Одна из воспитанниц нашего клуба, Юлиана Пекунова, выполнила норматив мастера спорта в 15 лет. На самом деле, сначала не хотела этим заниматься, просто пришла за ней, пошли гулять после этого. Да, на самом деле, если на сборах, там режим, питание, все это помогает. Но, да, тяжелее тренироваться. А ты с чем обращалась? Когда у меня не получалось ничего на тренировках, она не помогла. Это было как раз перед мастером. В центре, если у тебя что-то болит, пошел. Мне вот вылечили за сбор локоть и колен. Мы сейчас находимся в клубе «Богатырь» города Видное. У нас недавно произошло хорошее событие. Одна из воспитанниц нашего клуба, Юлиана Пекунова, выполнила норматив мастера спорта в 15 лет. И давно занимается спортом. Сейчас мы узнаем, с каких лет. Многие ее видели на соревнованиях, в социальной сети. Она активная участница. У нас в сборах бывает в России, в Брузии. И пришло время познакомиться с ней поближе. Расскажи, Юлиан, с самого начала, с каких лет ты тренируешься? Я тренируюсь с 9 лет. Уже 6 лет получается. Пришла в спорт. Меня сестра привела, Света Чебукова. На самом деле, я сначала не хотела этим заниматься. Просто пришла за ней. Мы пошли гулять после этого. Но тренер сказал, попробуй. Я взяла палочку, попрыгала. Он сказал, что есть потенциал. Надо попробовать. И я начала заниматься. И как тебе до сих пор нравится? Не устала ты? Нет. Я наоборот прихожу в зал. Убираюсь сидеть больше. С интересом приходишь? А многие говорят, ну что там в тяжелой атлетике? Рывок, толчок до приседания. Скучно. А вот тебе, когда ты приходишь на новую и новую тренировку, что тебя привлекает? Что тебя мотивирует? Какие-то чьи-то победы, может быть? Или научиться самой чему-то новому? Какие-то упражнения отработать, доработать? Что тебя привлекает в тренировках? Ну, больше я, когда подхожу к своим рекордам. Все больше и больше хочется поставить новых рекордов. Новые упражнения тоже. Я на сборы, когда приезжаю, мне показывают новые упражнения. Я приезжаю домой, рассказываю об этом тренеру. Начинаю больше и больше упорно тренироваться. И с новыми упражнениями все получается все лучше и лучше. То есть, у тебя идет такой постоянный интерес в тренировках? Да. А на многих сборах ты ведешь какой-нибудь там подсчет, как вот Клоков считает, сколько он семинаров проверил? Нет, я не считаю, но я много раз уже была на сборах. Все лето сидела на сборах. Ну, как считаешь, насколько профессионально действительно сборы дают такую пользу или какой-то толчок, результат? Вот этот норматив, который ты выполнила, мастер спорта, возможно это сделать просто в обычном зале или нужно использовать все возможности, все силы прикладывать? Ну, возможно. В том числе вот сборы, например, ты вот летом была, например, на сборах все лето. Ну, я не знаю, ты сейчас скажешь. И вот благодаря этому ты вот такой результат показала. Да, на самом деле, если ты на сборах, там режим, питание, все это помогает. Но он тяжелее тренироваться. Еще учеба, и не остается времени вообще лучше, на что. Тренировки, учеба. А как вот тренировки сказываются на учебе? Мешает это? Нет, я успеваю все делать, я хорошистка. То есть получается, что ты как бы успешен в спорте и также успешно выстраиваешь свою жизнь, чтобы быть такой же успешной, да? А вот когда бываешь на сборах, как у вас проходит учеба? Ты экстерном что-то? Нет, я беру задания, делаю, приношу школу. Дальше просто, как все, учусь. И все у тебя получается, да? Да. Какие вот тут тебе планы? Ты не один раз участвовала уже на перестрах России. Какие места в основном туда забираешь? Была четвертая. Вообще, сейчас будет Россия в феврале, мне надо поднять 80-100, и тогда я отберусь в Европу. О, даже так. То есть у тебя есть желание и наметки уже на... выйти такой на топовый уровень, да? Уже поехать на международное соревнование. На сборах не скучно? Нет. Потому что там как бы закрыта территория, небольшая. У нас все девочки дружные, нам есть чем заняться. У нас там игровоплощадка. А вот когда тебе школу заканчивать, годы через два, да? Какие вот планы дальнейшие? Пойду в спортивный институт после 11 класса. То есть ты уже как бы выбрала себе, можно сказать, такой спортивный путь, да? Продолжать свою спортивную карьеру и идти учиться на тренера. Чтобы потом кем работать? Ну, тренером по тяжелоатлетике или просто получить спортивное образование куда-нибудь в фитнес-зал? Ты, находясь... Вот у нас, когда приезжаешь сюда со сборов и тренируешься, пробовала ты себя в качестве какого-нибудь наставника? Ну, когда маленькие совсем тренируются, и мы помогаем. То есть ты не просто вот решила, там, я буду тренером, а ты вот как бы попробовала силы, да? Да. Поняла, что тебя привлекает вот эта вот тренерская деятельность. А вот ты отбираешься на российских соревнованиях, попадаешь на сборы. Какая там конкуренция у вас? Большая? Большая конкуренция. Там на одно место очень много человек. Ну, когда девочек не берут, они вот сидели во сборах и рассчитывали на то, что поедут. Когда я им говорю, что они едут, там... Истерики. А это какая конкуренция? Такая дружеская? Или вы прям злитесь друг на друга? Кого-то дружеская, у кого-то нет. Ну, это как в обычной жизни, да, наверное, получается? А как вы выходите из этой ситуации? Вы что, становитесь врагами, там, не разговариваете? Или как? Или просто чисто соперницы на помосте? На помосте чисто соперницы. А так, в жизни есть даже друзья, которые в одной категории. Они общаются. Просто на соревнованиях. А если вот, например... Ну, в основном кто решает? Теннисский же состав, да, кто куда едет? Потом, ну, как бы... Как это называется-то? Зла не таите там вот на это решение. Почему вот именно ее выбрали, а меня нет? Нет. И сами не ходите, не говорите, вот возьмите меня. Я все, я все смогу, я сильнее. Ну, просто на тренировках показывают то, что можно. Ааа. Смотрят по тренировкам. То есть тренеры, старшие тренеры, они сами отслеживают ситуацию, да, мониторят, вот постоянно присутствуют при ваших тренировках. Да. А как вы справляетесь вот со стрессовыми нагрузками? Ну, у нас на сборах есть психолог, он помогает нам. Ходим всех психологов. А в каких случаях вот вы... Ну, сами приходите или у вас кто-то... Сами приходите. А это по какой причине? По любой абсолютно? По житейской или только чисто... То есть просто что-то случилось, ты можешь подойти к ней рассказать, поговорить. И насколько это действенно? Ну, мне помогает. Девочек мне помогает. Все ходят к психологу. А ты с чем обращалась? Когда у меня не получалось ничего на тренировках. А мне помогла. Это было как раз перед мастером. Но это не получается в каком смысле, если... То есть ты у тебя... Что-то в голове было, я не могла. Мне было легко, и я все время роняла. А. То есть это не какое-то утомление, перетренированность. Это вот чисто... Ты поняла... Тебе тренер подсказала, или ты сама решила? Тебе тренер подсказала, пойти к психологу. И чего-то помогает психолог? Он что, проводит какие-то разговоры, внушения, что? Тесты какие-то вы... Ну, сначала проходим тесты. Сначала мы разговариваем с психологом, рассказываем о своей проблеме. Потом проходим тесты. Он дает упражнения. Дает... Мне она дала листик с внушением. Я должна была читать перед сном. Нет, могла. А это интересно просто, как проходит? Это вот, грубо говоря, пришло пять человек, все сели, и она совсем... Нет, по одному. А, то есть по одному, то есть к каждому идет индивидуальный подход? Да. То, что рассказываешь, остается только с психологом. А вот перед тем, ты говоришь, перед мастером спорта, то есть, что тебе мешало? Тебе вот эти вот цифры, килограммы... Я боялась подходить веса большие. Как ставила большой вес, сразу так делала. А как помог психолог? Ну, она сказала, что у меня должны быть эти числа 75-95 везде. То есть их давай везде, там, на тетрадках, да, там, на книжках, на стенах, да? У вас, наверное, все сборы... Ну, я их писала в тетрадке, в свои дипломы, ну, везде были. И потом приехала на Россию и уже не боялась этих числа. А как это происходит? Это постепенно незаметно? Или вот как? Не заметила даже. Вчера ты боялась, сегодня проснулась. А, да нет, я эти цифры вчера видел, нет, не боюсь. Да нет, это вообще незаметно прошло. Я сначала боялась, боялась, потом вообще забыла, потому что я боялась. И спокойно поняла. То есть психолог действительно какую-то, ну, оказывает существенную пользу, да, находясь на сборах. А вот не помню, когда... Ну, вот недавно совсем построили уже у вас новый комплекс, где вы живете, да? И на каком-то этаже, я когда был, тогда еще не было, но мне говорили, что вот, ну, вот ты говоришь, на втором этаже у вас собирались организовать такой восстановительный центр. Он сейчас существует, построили его? Да. А что тебе там нравится, вот интересно? Я там была только в бане, я не ходила больше. А что там есть просто? Мне чисто любопытно. Я не смотрела, я была в бане, я просто хожу в бане, потому что я не ходила, ну, на массаж еще хожу. А, просто из видео разных стран, разных таких сборных, я просто видел то, что одевают какие-то штуки там на ноги, это как охлаждение такое происходит. Потом Клоков вот показывал видео в Кисловодске, что ли, там какие-то контрастные ванны. В Кисловодске там... А, ты, кстати, же была тоже, да? Да, там центр. Расскажи, что там интересно. У меня болел локоть, я ходила там на процедуру каждый день, мне вылечили локоть. Ну, процедуру какие-то терапевтические, как вот у нас в любой клинике, там те магниты, да? А вот что-то такое вот специально, мне интересно, именно вот что-то специализированное для спортсменов, чтобы это что-то такое вот более, так скажем, тонкое именно для тяжелоатлетики. Нас только в центр отпускали. Ну, то есть, получается, это просто получается как бы наличие стандартных таких восстановительных комплексов. Ну, они не везде есть. Не на... В центре, если у тебя что-то болит, пошел, мне вот вылечили за сбор локоть и колен. А что было? Ну, могла ходить, было полно колено. О, ничего себе. То есть, такие не просто... У меня что-то болит, а действительно существенные какие-то... А много у тебя было травм? Спина, колено, локоть. То есть, если спортсменка становится мастером спорта, то ей надо быть готовым, что у нее что-то будет болеть, да? У всех. У меня сестра, светом, выполнил мастер, у нее не было никаких травм, только после. А вот эти травмы, это они какого характера? Просто что-то потянуло, да, там, перенапрегнулось? У меня сочинение. Спина. Колено. У меня до сих пор какая-то шишка, я не знаю, что это. Но сейчас он не болит, прошел после кислородского. А врачи? Вы же в УМО вы ездите, да? Проходите обследование? А там что говорят? Допускают до соревнований? Без проблем? У меня не болит, они сказали, что это нормально. А, то есть это как бы в пределах нормы для того, чтобы можно продолжать тренировки. А, ну хорошо. Спасибо. Желаем тебе дальнейших успехов. Больших килограммов. Отобраться все-таки, чтобы твоя мечта сбылась. Спасибо. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok